Добрый день или вечер и вообще доброго времени суток, смотря какое время у кого сейчас настало, ведь в разных странах время не всегда совпадает с нашим временем. Я Талахуфрянская, живу в городе Харькове в Украине. Вчера я сделала такой прямой эфирчик небольшой, прочитала несколько рассказов из этой книжечки, которая принадлежала моим внукам когда-то. И перед сном они очень любили, когда я им читала сказки, рассказы или просто сама от себя выдумывала какие-то свои сказки. Особенно старший внук любил, когда я рассказывала очень страшные сказки на ночь ему. Но он это очень любил, как бы я не сопротивлялась. Думаю, перед сном не надо ребёнку взбудораживать психику, но он требовал именно страшные сказки. И что удивительно, он после этого очень спокойненько засыпал и без всяких ночных кошмаров, не разговаривал, не кричал, не плакал ночью. Хотя ему было тогда где-то от трёх до пяти лет всего лишь. Я бы могла дальше продолжить, читать понемножку. Ведь я уверена, что найдутся и родители, и детки, которые и сейчас в наше время компьютеров, но всё равно они любят книжечки, и никогда они не изменят своему увлечению, чтению, несмотря на наш век такой компьютеризации повальной. Но эта книжечка никуда от нас не уйдёт. Дело в том, что я в том же шкафчике я нашла другую книжечку, очень любимую. Это книжечка из моего детства. Это книга Корнея Чуковского «От двух до пяти» называется. Но у меня была ещё старше книга, ещё более потрёпанная. Я не помню, какого-то 50-го, 50-го чем-то, какого-то года. А эта книга, это уже покупалось, когда уже мои дети были большими. Внуков у меня ещё не было, но дети уже были школьники. Это книга 90-го года выпуска. И я хочу немножко зачитать выдержек таких вот сюжетиков из разговора детей. Это очень смешно. Даже нельзя сказать, что это смешно. Это оригинально, это непосредственно. И только ребёнок может придумать какую-то фразу, до которой не додумается никакой взрослый. Вот послушайте, а может, с вами послушают и ваши дети, и они полюбят чтение, и найдут эту книжечку, и прочитают её сами сначала и до конца. Я буду выборочно читать. Вот найду что-нибудь такое вот, не очень длинное. Ну вот, смотрите. Открыла первую страничку. Вот. Здесь очень коротенькие такие, как они называются, репризы или выдержки, или мысли детей. Вот. Но дело в том, что вкусы у людей разные. Что-то одному человеку покажется очень интересным, остроумным, а другой человек ничего в этом такого не увидит, ни интересного, ни остроумного. Поэтому, ну, смотрите уже на своё усмотрение. И, может, кто-то в записи посмотрит это видео и пристрастится вот именно к таким книгам наших прошлых лет, нашего детства, нашего детства, детства наших родителей. По этой книге жили мои родители тоже. Ведь это очень старая книга, Корнея Чуковская. Так, с чего бы начать? Так, вот я буду наугад открывать страницы. Ведь книга толстая, смотрите, какая книга. Так быстро её не прочитаешь. И я буду наугад вот так открывать по несколько страниц. Вот так. И зачитывать самые коротенькие реплики маленьких деток, которые вошли в историю, как анекдоты. Ну вот давайте сначала в самом начале открою, а потом где-то посрединке. Вот маленькая девочка говорит своей бабушке, бабушка, ты моя самая лучшая любовница. Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги. А наша бабуля зарезала зимой гусей, чтобы они не простудились. Вот, оказывается, для чего режут зимой гусей. Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять. Ну, ясное дело, таким копытом большим не поковыряешь. Дальше. Бабушка, ты умрёшь? Умру. Тебя в яму закопают? Закопают. Глубоко? Глубоко. Вот когда я буду твою швейную машину вертеть? Вы представляете, какой непосредственный ребёнок? Он не понимает, что такое смерть. И радуется тому, что бабушки не будет, и внучка будет делать, что ей захочется, то, что раньше бабушка ей не разрешала. Вот. Ну, вроде бы, обижаться на это нельзя, потому что ребёнок маленький. Здесь нельзя же, книга называется, от двух до пяти. Если ребёнку два годика, а то и три годика, он не понимает ещё, что такое смерть. Дальше. Дальше. Червячок он не умрёт, с ним ничего не сделается. Из одного червячка просто получится два червячка. Эти ранки зарастут по краям, и получится два червячка. Так, дальше. Старуха рассказала четырёхлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа. Прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознёсся. А внук посочувствовал, посоветовал. Надо же было винтиками, а не гвоздями. Вот. Вы представляете, до чего детский разум доходит. Дальше. Дедушка признался, что не умеет прилинать новорожденных. А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая? Вот интересно. Девочки четырёх с половиной лет прочли сказку о рыбаке и рыбке. Вот глупый старик, возмутилась она, просил у рыбки то новый дом, то новая корыта, попросил бы сразу новую старуху. Не хватило ума у него на это. Дальше. Как ты смеешь драться? Ах, мамочка, что же мне делать, если драка так и лезет из меня? Няня, что это за рай за такой? А это где яблоки, груши, апельсины, черешни? Понимаю, рай – это компот. Тётя, вы за тысячу рублей съели бы доклую кошку? Басом, говорит мальчик. Баба мылом морду моет. У бабы не морда, а у бабы лицо. Пошла, поглядела опять. Нет, всё-таки немножечко морда. Мама, я такая распутница, и показала верёвочку, которую удалось ей распутать. Жил-был пастух, его звали Макар, и была у него дочь Макарона. Ой, мама, какая прелестная гадость. Да, гадость бывает прелестной, оказывается. Так, ну, Нюра, довольна, не плачь. Я плачу не тебе, а тёте Симе. Вы шишку польёте? Да, чтобы выросли шишенята? Окончание ята мы, взрослые, присваиваем только живым существам. Ягнята, поросята и прочее. Но так как для детей и неживое всегда живо, они пользуются этим окончанием чаще, чем мы. И от них всегда можно услышать. Папа, смотри, какие вагонята хорошенькие. Серёжа двух с половиной лет впервые увидел костёр. предыдущий яркими искрами Извините, я ошиблась. Прыгающий яркими искрами и захлопал в ладоши и крикнул Огонь и огонята! Огонь и огонята! Ой, Гедуля, киска чихнула! Почему же ты, Леночка, не сказала кошке на здоровье? А кто же мне скажет спасибо в ответ? Философия искусства. Я так много пою, что комната делается большая, красивая. В Анапе жарко, как будто сесть на примус. Ты же видишь, я вся босая. Я встану так рано, что ещё поздно будет, оказывается. То есть, если темно на улице, человек встаёт рано, то ребёнку кажется, что это ещё поздно. Не туши огонь, а то спать не видать. Рисует ребёнок цветы, а вокруг три десятка точек. Что это такое? Мухи? Нет, это запах от цветов. Обо что ты оцарапался? Откуда у тебя такие ранки? Об кошку. Ночью будет усталую мать, ребёнок. Мама, мама, если добрый лев встречает как знакомую жирафу, он её съест или нет? Какой ты страшный спун, чтобы сейчас было в стато. Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы и сейчас же за книгу. А мама, барыня какая, сразу стирать начала. Всё семейство поджидало почтальона. Он появился у самой калитки. Варя первая заметила его. Почтаник, почтаник идёт, радостно возвестила она. Хвастают, сидя рядом на стульчиках, детки. Моя бабушка ругается. Чёрт, чёрт, чёрт. А моя бабушка ругается. Господи, 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 господи. Юра с гордостью думал, что у него самая толстая няня. Вдруг на прогулке в парке он встретил ещё более толстую. «Это тётя заднее тебя, укоризненно сказал он своей няне». «Замечательное детское слово услышал я когда-то на даче под Питером в один пасмурный майский день. Я зажёг для детей костёр». Ну, как вы поняли, это слова идут от автора. Ой, кто-то здесь у нас появился. Здравствуйте! Присоединяйтесь слушать вот старую книгу, вот такую вот. Вот эта книга ещё моих детей 90-го года выпуска. У меня тоже такая была, только более раннего года. И так как дети сейчас не читают, все сидят в телефонах, в компьютерах, то я вот в шкафу понаходила эти книги после моих внуков остались, от детей остались. Я их с таким удовольствием просматриваю и просто не выдержала, чтобы не сделать прямой эфир и не поделиться с вами. Это ж вообще, это так прекрасно окунаюсь, как бы в своё детство, в детство даже родителей своих, бабушек, дедушек. Это ж Корней Чуковский от двух до пяти. Действительно классная книга. Так, читаю дальше. Так же велика выразительность детского слова «сердитки». Трёхлетняя Таня, увидев морщинки на лбу у отца, указала на них пальцем и сказала, «Я не хочу, чтобы у тебя были сердитки». Вот. И что может быть экспрессивнее от личного детского слова «смеяние»? Смеяние, означающего многократный и длительный смех. Мне аж кисло во рту стало от баловства и от смеяния. Трёхлетняя Ната говорит, «Спой мне, мама, боюльную песню». Боюльная песня от глагола «баюкать». Превосходное, звучное слово и более понятное детям, чем колыбельная песня. Так как в современном быту колыбели давно уже сделали с редкостью. Ребёнок не понимает, что такое колыбель. Так, сейчас перевернём. Ещё со серединки тут прочитаем, потому что за один раз хочется всё прочитать, но осилить это просто невозможно. И по времени. Вот как-нибудь в следующий раз. Если вам понравится, вы мне в комментариях напишите обязательно. Может, я зря время трачу, может, мне нужно про себя это всё читать. Они для людей. А если вам это всё очень нравится, то, конечно, я сделаю ещё не один прямой эфир и почитаю вам вслух. Так. Наташа угощает бабушку конфетами. Ты, бабушка, кушай эти красивенькие мармелад, а я уж буду есть эти грязные. И делая гримасу отвращения, со вздохом берёт шоколадку. Вот хитрая девчонка, да? И кого не обезоружит своим простодушным лукавством, такая, например, уловка ребёнка, где голый эгоизм прикрывается гуманнейшей заботой о ближних. Мама, возьми меня на ручки. Я тебя буду держать, чтобы ты не упала. Вот какая забота о маме. Пятилетняя Ирина во время обеда ест неохотно и вяло. И чтобы она действительно ложкой быстрее работала, мать предлагает ей есть суп на перегонки. Ирина отказывается, но при этом чрезвычайно хитро мотивирует свой отказ нежным чувством к матери. Не хочу перегонять такую хорошую мамочку. Вот. У бабушки большие очки. Андрюша гуляет с нею по многолюдному парку и очень боится волков. При этом в душе у него тлеет надежда, что если уж волки совершат нападение, то, скорее всего, на бабушку. Эту свою тайную надежду он выражает такими словами. Если какого-то человека съест волк, что он сделает с его очками? На себя наденет, что ли? Подготавливает как бы бабушку свою к сидению волкам. Трехлетний Игорь увидел незнакомую кошку и в страхе спрятался за материнскую спину. Я кошке не боюсь, я только даю ей дорогу, потому что она такая хорошенькая и толстенькая. Моя правнучка Марина, двух с половиной лет, весело прыгает в лужу и вдруг замечает, что я из-за занавески смотрю на нее. Покинуть лужу ей очень не хочется, поэтому она кричит озабоченным голосом. «Отойди от окна, ты простудишься». Вот как бывает. Четырехлетнему Валерику в детском саду предложили нарисовать голубей. Он ничего, кроме домиков, рисовать не умеет. Он и нарисовал домик. «А где же голуби?» «А они в домике сидят». Андрюша Румянцев два года десять месяцев заинтересовался плавающим в речке бревном. Ему очень хочется подбежать ближе, но его не пускают. Неподалеку от берега, на берегу, собачонка, которая нисколько не интересует Андрюшу. «Марина, правда хорошая собачка?» «Да, очень хорошенькая, чудесная собачка». «Нет, ты только подумай, какая собачка. Я побегу к ней. Такая хорошая, а бревне ни слова». Вот, тоже перехитрил ребенок. Мать собирается уехать на неделю из города и взять с собой Таню. Но Таня не знает об этом. Думает, что она будет оставлена вместе с Юриком дома. Поэтому, ни слова не говоря о себе, Таня начинает лицемерно сокрушаться о браке. «И ты уедешь», — говорит она матери. «Ты можешь уехать от бедного, больного, маленького мальчика?» Когда же она узнает, что мать намерена взять ее, она мгновенно сбрасывает маску. Не такой уж он и маленький, и не такой уж он и больной. И вообще он большой, и при том здоровый. К чести Тани необходимо сказать, что в отличие от взрослых, она не замечает своего лицемерия. То есть ребенок еще не знает, что это такое лицемерие. И поэтому мы не всегда осуждаем людей, то есть детей, если встречаем с их стороны какое-то выражение, которое для взрослого человека, оно просто недопустимо. А ребенку это позволено, потому что ребенок, он есть ребенок, он еще не понимает. «Мама, дай мне хлеба. Подожди, скоро обед. Ну дай моей кукле тогда Маше. Получив для куклы кусок хлеба, четырехлетняя Галя сразу кладет его в свой собственный рот. Что же ты делаешь? Пробую, не горячий ли хлеб, чтобы Маша не обожгла себе ротик? Я думаю, такому лукавству мог бы позавидовать любой иезуит. Двухлетняя Зоя не хочет, чтобы дети, пришедшие в гости, играли ее игрушками. Ну, как правило, дети бывают очень жадные. Ради этого она прибегает к таким измышлениям. Куклу нельзя трогать, кукла больная. Мишку тоже нельзя, он кусается. Вот откуда у нее такое лукавство? Растет она в очень правдивой семье, не выносящей никакого криводушия. А совсем недавно та же Зоя, уже достигшая четырехлетнего возраста, громко за столом произнесла непонятную фразу, услышанную ею по радио. Антифашистская демонстрация в Греции. «Что это, по-твоему, значит?» спросила у нее удивленная тетка. Вместо того, чтобы откровенно признаться, что вся фраза недоступна ее пониманию, Зоя уличает в непонимании тетку. «Как? Ты не знаешь, что это значит? Папа, да объясни ты ей, пожалуйста, а то мне стыдно, что она не знает». Выкрутилась. «Сенсационные открытия». «Папа, ты знаешь, оказывается, у лошадей нет рогов». Вот. «Мама, ведь правда домовых нет, а есть только домоуправы». «Володя, знаешь, у петуха нос, это рот оказывается». «Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот внизу». «А плохо быть птичкой? Захочешь поцеловать маму и уклюнешь ее нечаянно, ей будет больно». «Когда конфету держишь во рту, она вкусная, а когда в руке – невкусная». «А из замужа обратно выйти можно?» Вот какие вопросы довольно серьезные, взрослые возникают у детей. «Вовка меня по-деревянному сегодня обозвал. Как это? Он сказал «сучка» на меня». Ясно. «А мы по радио слушали песню «Кувшины». Люда спутала кувшин и графин. То была ария графини из пиковой дамы, оказывается. Графин и кувшин. Графиня из пиковой дамы. А как же глисты живут в животе без освещения? Действительно. Им же там совсем темно. Непонятно. Да. Актуальный вопрос. Я спала, а баба ушла. И тут такой крик стоял. А кто кричал? Да я же кричала. «Лена, ты куда? Постой. Не надо показывать собачке, что ты её боишься. Лена убегает. А зачем я ей буду врать, если я её и на самом деле боюсь?» «Юбка» – это когда две ноги залазят в одну штанину. Вот что такое юбка. О портрете Гончарова. Он уже умер. Правда же? А кто же теперь его заместитель? Жена филолога ласкает четырёхлетнего сына. «Ах ты, мусенька, дусенька, пусенька, сын! Мама, не кривляй русский язык!» Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле. Отсидела девочка ногу. У меня в ножке боржом. Как же ты упал с кровати? А я ночью спал-спал и на себя не смотрел. А потом посмотрел на кровать и вижу, а меня там нет уже. Неистребимая страсть к похвальбе. А мой папа храпеть умеет. А у нас на даче столько пыли. Да, есть чем похвастаться. Соседский Саша так гордился живущими в его постели клопами, что пятилетний Антоша Иванов, с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах, заплакал от зависти. Хочу, чтобы и у меня тоже были клопы. Вот ты говоришь, чудес не бывает. А разве это не чудо, что вишни в одну ночь затвели? Звезды очень далеко. Так откуда же люди знают, как их зовут, как они называются? Так, сейчас еще чуть-чуть. Тетенька, вы очень красивая. А что же во мне красивого? Очки и тюбетейка. Вот. Жили-были царь и царица. И у них был маленький цареныш. А вы знали, как надо называть детей царей? Наверное, не знали. Так вот теперь знайте. Цареныши, оказывается. Кто красивее, папа или мама? Не буду вам отвечать, потому что не хочу обижать маму. Ответ и так ясен. Достань мне луну. Хоть надкушенную, хоть какую-нибудь. У нас бабушка в деревне всех петушков перерезала. Пусть теперь сама яйца несет. Папа, какие милиционеры смешные? Он мне говорил «вы», как будто меня несколько. Впрочем, дети очень скоро научаются понимать, что слово «вы», обращенное к одному лицу, знаменует собою учтивость, уважение. Нинка, выдра, 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 кричит пятилетняя Маша. Ее сверстнице Клаве такое ругательство кажется слишком уж вежливым. Надо не выдра говорить, а тыдра, получает она. Тыдра, 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 дружно кричат они обе. И Нина не выдерживает и в слезах убегает. Очень обидное слово ей показалось в этом. Вырвали зуб ребенку. Пусть он теперь у врача в банке болит. Дорогие друзья, если вам понравилось это, то поддержите мой канал лайками и комментариями, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А если вы считаете, что я просто в холостую трачу время, и вам это неинтересно слушать, я могу прочитать и про себя все это, а не вслух, не в прямом эфире, то вы мне обязательно напишите об этом в комментариях. Я ни чуточку не обижусь, но совершенно. Ведь у людей разные предпочтения и разные, как вам сказать, и обладают разным количеством времени, чтобы посидеть у компьютера. Кто-то, кому-то не хочется слушать это из компьютера или из телефона, а хочет сам взять эту книжечку и почитать ее в тишине, перед сном или просто выходной день. Поэтому сейчас я с вами прощаюсь ненадолго, до завтра всего лишь. А вы мне сегодня в комментариях напишите обязательно, стоит продолжать или не стоит. И я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. С вами была Тала Хукрянская из Харькова. И кто не посмотрел с самого начала это видео, вернее, не видео, а прямой эфир, и вы посмотрите тогда записи. И тоже напишите под видео в комментариях, нужно продолжать или не нужно, или какую-то другую тему вам бы хотелось услышать, увидеть на моем канале. А теперь всем пока, всем спокойной ночи, до завтра. Жду ваших комментариев.